привет мои дорогие снова в прекрасном городе краснодаре смотрите какие девчонки красивые у нас тут ходят нарядные очень много девочек платьях я хочу вам сказать поэтому те кто будут ехать краснодар вообще в россию не забудьте прибарахлиться прикупить все платья вот кстати китайские машины которые у них здесь ездят и я хочу сказать что они достаточно неплохие эти машинки вот поэтому я честно говоря было немножечко сражена этими машинами я их не видела раньше в америке обратите внимание как у нас озеленел город сегодня такая погода немножечко межсезонье немножко похолодало по сравнению с тем что было пару дней назад когда он показывала все ходили в футболках без рукавов сегодня где-то наверно двадцать один двадцать два тепла по сравнению почти 30 было да но посмотрите как у нас вот эти вот деревья арку такое создают не могу никак не доеду да ребята я до парка галецкого а нужно там у них есть чайная церемония есть суши бар есть японский ресторан вот им все ждут естественно когда начнет цвести сакура она начнет цвести в конце апреля начале мая вот тогда все хотят пойти и там провести время именно во время цветения но самом парке сейчас цветет какая-то слива там такая языке ческа тоже все очень красиво розовое так далее парк от меня далековато потому что я в центре живу парк на окраине города еще надо добраться как-то я ночной житель который всю ночь работа это ночью днем спит поэтому в парк чтобы ехать нужно же днем ехать надо выбираться ехать днем общем сегодня ребята у меня такая как бы проблемка которую я хотела с вами обсудить в комментариях пишите что вы думаете ну как проблемка дилемка дилемка скажем так в общем вы наверное слышали из моих предыдущих видео и стримов что у меня дочка выходит замуж и знаете разговоры шли туда-сюда то они будут делать свадьбу то в америке то они не будут делать свадьбу америке были планы такие что будет просто в мэрии роспись поедут отмечать они в исландию почему-то у них исландия то страна их него романтических каких-то воспоминаний или там каких-то романтических вот связано с их отношениями надо вот в исландию значит ехать и там весной красивые изумрудные луга а вот поэтому куплено было несколько свадебных платьев чтобы сниматься значит разных платьях на фоне этих значит лугов а вот и как бы знаете такая вот но не было такого точного плана что мы все-таки будем делать свадьбу сша а потом еще поедем в эту исландию то есть как бы насколько я понимала предыдущие все время что мы разговаривали с дочкой что просто будет церемония росписи и потом может быть там соберутся после церемонии на там обед ближайшие родственники и все ничего такого как бы не будет поэтому я честно говоря не планировала поездки я думаю наверное я не поеду если ничего такого не будет происходить вот все равно свадьбу не будут отвечать в исландии даже у меня была мысль поехать в исландию и уже с ними там провести время вот и тут значит все поменялось у них резко и мне значит дочка говорит пару дней назад что мы решили что будет все таки свадьба а будет в ресторане ужин уже все забронировано все уже готова подготовлена открытки пригласительные как полагается вся вот эта вот беда знаете которую это суета свадебная там вот этот вот как у них вот на сайт регистрация регистри до регистрация когда выбирают молодые подарки какие они хотят и вы должны но гости будут покупать подарки какие пахнут как тюльпаны вообще непередаваемо сегодня вообще прямо настолько погода природа классно в краснодаре травка зеленая все эти растения цветут все пахнет весна эти как классно и зеленые эти деревья которые уже вот-вот должны полностью листья выпустить распуститься вот короче говоря значит все поменялось по какой-то причине мне об этом не сообщили именно что будет вот так все как бы по-другому да . наверное была занята своими планами и подумала что нам не сказала или подумала что я догадалась что все таки будет как бы такая вот свадьба конкретная с рестораном со всеми делами вот но она была несколько недель в мексике с подружками девичник они там отмечали у нас знаете этот в америке обычно есть такое bachelor party и когда невеста выходит замуж то для нее подружки устраивают вечеринку ну или они все вместе и там они напяливают на невесту фату а потом значит такой вот ленту через через плечо bright future bright или bright to be и вот эта невеста значит скорая будет невеста а вот и девочки ходят вместе там они на маникюр подить педикюр обычно у нас русскоязычные ездят в майами ну кто состоятельный особенно еврейки русские они туда ездят майами и устраивают там все это дело то что он есть русские рестораны у нас вот и они там гуляют это нужно всю ночь на пролет гудеть еще иногда заказывают лимузин они с лимузином туда-сюда ездят это невеста в этой фате короче говоря ну в общем такая вот как для мальчиков вечеринка такая для девочек обычно она вот была в мексике со своими подружками американскими вот потом туда приехал еще к ней жених они еще там уже не компа были и очень видать все поменялось мне толком никто ничего не сказал я как бы не собиралась лететь и тут значит оказывается что там очень много людей приглашено и все родственники будут если знакомые будут в общем меня ставят перед фактом что короче походу там целая программа ресторан уже давно за забуканы заказаны все будет вот чем придется видимо лететь нет я я конечно хочу быть на свадьбе дочки я просто не хочу лететь в америку как вы считаете что делать я да хочу быть на свадьбе но я не хочу в америку лететь ребята не говоря том что вообще не хочу в америку саму по себе эти понюхаем вот эти цветочки так пахнут и знаете обалденно вот я не хочу в америку во первых сама поездка очень тяжелая да то есть с учетом того что у нас сейчас нет прямого рейса из краснодара что самолет у нас не летает вот таких вот непонятных ситуаций пытались вроде бы запустить самолет январе тестовые запустили через минводы вот чтобы он летал в облет но не дали добро у наш министерство обороны протестировали как далеко могут лететь всякие плохие ракеты еще в итоге не дали добро рапорт не открыли в краснодаре вот поэтому мы должны ехать сочи на поезде либо на электричке нас есть электричка называется ласточка которая принципе она хорошо быстро ходит четыре часа пять часов вот сами значит рейс в турцию для меня не очень удобный потому что очень много рейсов вечерних и аэрофлот раньше был когда я первый раз летала в россию на разведку в мае в прошлом году поверить не могу же вот почти пришелся значит там был рейс в аэрофлоте который летал по утрам и он когда утром прилетал но вылетал утром из сочи и прилетал где-то в районе 10 утра и не то устраивало потому что рейс на даллас в 14 часов он один и он 14 часов не нужно всем весьма и весьма график всех остальных полетов и поездов вокруг этого даласовского самолета крутить потому что он один конкретно вот четыре часа вылетом с копейками и нужно быть в турции вовремя соответственно вечерний рейс мне не подходит мне подходит только утренний рейс и вдруг ни с того ни сего аэрофлот этот рейс отменяет вообще утренний его значит теперь нет есть куча вечерних рейсов а если вечерний рейс на прилетаешь туда в 12 ночи или в час ночи а мой самолет только в два часа дня это целый день надо надо тогда в отель надо ли выходить из города что с такими чемоданами делать в общем целая морока вот есть азимут у которого есть утренний рейс остался один утренний рейс из всех рейсов всех объявлений которые я нашла это только в азимуте вот и азимут он как бы удобный но он очень хитрый во первых он они быстро сообразили что билеты у них быстро разбирают поэтому если вы за две недели надумали брать то уже билетов на этот утренний рейс может не быть либо если осталось там один или два билета они сразу поднять поднимают цену например пару дней назад когда я еще думаю надо посреди еще на поезд билет и так далее билеты были на азимут на тот день который мне нужен через две недели например сегодняшнего дня были билеты они были по 14 тысяч рублей это без багажа за багаж они значит то есть вроде как привлекают дешевизной думаете о 14 тысяч рублей это в один конец ребята в один конец это я не в два я беру один конец потому что я не знаю как я буду возвращаться обратно потому что может быть я буду уже лететь с сыном и с мужем может только сыном может только с мужем вот может придется лететь в разное время поэтому я пока билет не беру обратный я беру в один конец и уже буду брать билет на месте разница получается по моему около 250 билет на киеве может 300 долларов экономить если вы берете в два конца но если вам придется билет менять или откладывать это я говорю про турецкий билет который сдался в самбул то с вас берут штраф 250 долларов поэтому она то на то и выходит еще потом морока извините дозвониться вот а поменять эти билеты поэтому я уже решила что лучше сразу буду брать в один конец и не париться потом с обменом билетов если что поэтому вот такой неприятный момент что с этим азимутом я смотрю вчера он уже не 14 тысяч рублей а вот за багаж еще отдельно 10 тысяч добавляется то есть 14 это без багажа даже без 5 килограммов вообще не только ручную кладь можно взять а если добавляете багаж то надо добавить 10 тысяч рублей то есть уже цена на билет сразу подскакивать 14 до 24 тысяч и уже нам менее приятно становится в то время как билет из турции в даллас всего-навсего там 700 долларов не обходится два часа полетом не обходятся по цене знаете чуть ли не половины билета за 12 часов полета международными авиалиниями да вот эти вот перевозчики которые летают из краснодара в турцию они конечно наверно сейчас имеют good time как говорится им сейчас очень выгодно потому что перевозчиков мало желающих через турцию лететь много вот фонтана еще не включили наши здесь думают еще зима может наступать обратно она не наступает у нас тепло и тепло а вот ну короче говоря ребята в итоге я дотянулась вот буквально один день подумать взяла дома подумала может вообще полететь через эмираты может через москву пока посмотрела другие варианты возвращаюсь значит на этот азимут все на зиму билетов нет ну как нет нет по 14000 уже они подняли осталось там несколько мест на них подняли они теперь без багажа 20000 21000 без багажа потом надо добавить багаж это еще 10 тысяч то есть это просто уму непостижимо как быстро они подняли цены я честно говоря разочарована этим делом основательно вот и ласточка ласточка была там обычно билет стоит 1300 1500 на ласточке в знаке сиденья не очень удобные они такие как бы обычные сиденья но сидеть на почти пять часов неудобно я выезд я для себя обнаружила вагон у них есть один вагон который повышенной удобности скажем так билет стоит 2000 рублей что вполне приемлемо гляньте девчонки в пикник дело вот это дело я думаю что мне тоже надо вот так наверное сделать сходить на пикничок вот и короче говоря билетов на этот поезд на этот вот именно в этот погон который мне надо за 2000 рублей не на один из дней нет то есть я уже начала смотреть допустим думаю я прилечу раньше в сочи допустим не в тот же день когда самолет а допустим за пару дней до самолета остановлюсь сочи в отеле и спокойно не спеша утон на утренним самолетом вылечу значит туда билетом на ласточку нет ну то есть на некоторые на некоторые поезда нет вообще на эту вот ласточку утреннюю есть две ночные ласточки которые тоже приходят приходят они сейчас я вам скажу во сколько они приходят ребятки но одна по моему в 12-30 ночи приходится 2 приходит вообще по моему в час или в два ночи поздно то есть вот эти лоби ласточки не не устраивает устраивает утвеня которая уходит 8 30 утра на нее значит на некоторые дни по например на 15 16 апреля уже нет билета вообще на дневную вот она начну она 17 по моему апреля я хотела вот в этих числах ехать детишки милки бегать а в эти дни значит нет вот в этих комфортных вагонах то есть есть вагон но нет вот этого комфортного вагона который за 2000 рублей а ехать в обычном ну как бы неудобном вагоне не очень-то приятно это сидение не откидываются вообще как бы встаешь пять часов ехать в таком неудобном в том который удобный там сиденье помягче ребята если вы не ездили посмотрите кстати мое видео возвращение из сша сша в россию через турцию меня там две части начиная из вылета моего от вылета моего из далласа и заканчивая получение чемоданов в турции и потом загрузка на азимут сочи вот и по знаки обязательно видео там очень много подробных моментов и как взять тележку там не так просто ее взять иногда и нужно ли вам брать тележку для багажа как выходить через таможню как брать визу в турции так далее вот это для тех кто и залетит из сша опять-таки обратите внимание что те кто из москвы мам это не нужно будет нужно будет только тем кто летит в сочи или вот мин воды ну то есть не в москву если вы летите в москву у вас прямой рейс есть но не прямой рейс а рейс турецкими авиалиниями то есть вы полетите сша турецкими в турцию и турецкими же полетите потом москву то есть вас будет connection слайд а если вы будете этими левелениями лететь краснодар или другой городу вам надо пересесть на российские авиалинии они не появляются как connection слайд вас никто не видит что вы летите дальше ваше барахло выбросят ребятки ваше барахло выбросят просто-напросто в турции багажном отделении вам нужно будет пойти его забрать вот у меня много как бы там вопросов по этому поводу там споры какие-то были и на форуме на моем а тут не там точка ком девочек которые сша живут а много споров было криков визга что как это так не надо забирать чемоданы в турции просто летите напрямую пересадка потому что восклика connection слайд connection слайд ребята только москву ну что турецкие авиалинии летают из сша в турции с турции в москву но они у вас не полетят в россию поэтому вы не мечтаете вам придется соответственно ребенок не положу на месте ребята дорогу вам придется там выходить в аэропорту и там целая морока я про это про эту мороку вам все рассказываю вот сейчас я иду секретное место куда иду из паточку большой большой секрет я иду менять доллары участников ребята все это работает как советские времена можно прийти поменять по хорошему курсу вот все до связи пишите в комментариях что вы думаете по поводу моей поездки в америку еще это затмение 8 апреля лететь мне не лететь еще погода там будет плохая ураган и торнадо я прям так трясусь так боюсь не хочу лететь не хочу есть технюю еду американскую но хочу быть у дочки на свадьбе вот что вы мне посоветуете с этой дилеммой всем пока до связи и Продолжение следует...